Мы жизнь свою проводим средь людей, латая души современных механизмов, и не торгуем в храме без затей, и не приемлем правил формализмов. Лаборатория автомобильной диагностики предоставляет вам диагностику европейских грузовиков и автобусов. Добрый день! А теперь давайте с вами поговорим сегодня о перевозках грузов. Ну и теперь давайте посмотрим, почему у нас перевозки выглядят так, как выглядят. Существует концепция производства автомобилей. Производитель с каждым годом проводит удорожание транспортных средств. Да и в нашем государстве с каждым годом увеличивается система налогов, пошлин, сборов и так далее. Утилизация, например, растет на импортные автомобили. Итак, заводу выгодно производить достаточно дорогие машины. Почему? Да потому что маржа после продажи дорогого автомобиля, она больше по сравнению с маржой после продажи дешевого автомобиля. Для того, чтобы автомобиль выглядел презентабельно, по цене придумывается концепция усовершенствования в виде еврокатегорий, в виде различных помощников при торможении, слежении за полосой и так далее и тому подобное. Фактически большинство вещей такого рода в автомобиле не нужны. Что происходит дальше? Машины дорогие сейчас, новая иномарка стоит, ну новый седельный тягач стоит под 10-11 миллионов в среднем. И перевозчики для того, чтобы компенсировать себе потери при покупке такого нового средства, продают свои старые автомобили сильно по завышенной цене. Чуть не в два раза. Посредством этого они обрекают тех людей, которые покупают машины на вторичном рынке, на полуголодное существование, потому что есть степень окупаемости автомобиля. И что на автомобиле можно возить, чтобы он окупился за год? Такого не бывает. И вот поэтому перевозчики живут достаточно небогато, потому что ценник автомобилей и на вторичном рынке, и на первичном рынке очень высокий. Соответственно, налоги большие, соответственно, кредиты, проценты по кредитам тоже немаленькие. И перевозчики вынуждены экономить. На чем они экономят? Да, экономят они опять же на автомобиле. На эксплуатации автомобиля, на ремонте автомобиля, ну и, конечно же, на зарплате водителя. Тем самым, тем самым, убивая этот рынок практически до конца. Требуются водители категории Е. Отделка дров. Ну, это я шучу. Но недостаток водителей на сегодняшнем этапе в коммерческих перевозках значительный. Вот что интересно, да, водителей нехватка у нас по России за прошлый год составила только официальная статистика. 17% по перевозкам автомобильных грузов. За этот год я еще не смотрел, какова статистика. Но я думаю, что она увеличивается, потому что автопарки растут, а нехватка водителей увеличивается. И надо в этой отрасли что-то менять. Надо заниматься обучением водителей. Надо повышать их интеллектуальный и профессиональный уровень. Ну, соответственно, наверное, надо корректировать заработную плату согласно тому, что сейчас происходит, в общем-то, у нас в стране. Я не случайно в одном из своих роликов затронул тему логистики. И тут же посыпались всякие угрозы. Тут же посыпались всякие отрицательные комментарии в стиле, а что вы понимаете в логистике? Да мы тут герои, да вы тут на нас гоните, ну и так далее и тому подобное. Мне очень понравилось высказывание какого-то человека со склада. Он говорит, слушай, нередко эти логисты не понимают разницы между весами Нетто и Брутто. Не понимают разницы между размером палета и стоящим на нем грузом. Ну и многое чего не понимают. И, в общем-то, действительно, логистика у нас от слова положить. И вот для того, чтобы повысить окупаемость автомобиля, автомобиль гоняют в сутки от 700 до 1000 километров пробега. Тем самым нанося ущерб самому автомобилю, потому что автомобиль бесконтрольно болтается, черт его знает где, без присмотра и надзора. И постоянно в работе практически не глушится. И наносит урон в том числе и здоровью водителя, который, в общем-то, управляет этим автомобилем. По сути, делает труд водителя просто рабским. То есть автомобиль служит для зарабатывания денег, но при этом практически водитель выступает в роли раба, сам того не осознавая. Если раньше эта профессия была почетная, и водители-дальнобойщики в мою бытность при СССР зарабатывали значительные средства, то сейчас это возвели в роли раба, эту профессию. И сама суть этой профессии, она сейчас заключается в следующем. Держаться за барангой. Есть такое понимание в логистике сокращения рисков. Так вот, в этом случае риски увеличиваются. Потому что вообще логистика – это сокращение затрат, это оптимизация производств. Ну, какая может быть оптимизация, если машину гоняют по 1000 км в день, если водитель спит по 5-6 часов, редкий случай по 8, когда ему удается выспаться. Несмотря на погодные условия, у него есть планка 700-850 км в день надо пройти. В связи с этим возникают риски. Соответственно, риски, конечно, покрывает страховка грузов. Но я вам скажу, что если у автопарки большая аварийность, то и страховка вырастет для этого предприятия. В данном случае логистика служит не для сокращения и оптимизации производства, а служит она для порабощения водительского состава и высокой окупаемости автомобиля. По сути, рынок перевозок нужно менять. Нужно менять понимание оплаты перевозимого груза. Мне, допустим, больше нравится концепция такая, как у сборных грузов. Есть определенное понимание, сколько этот груз весит, есть определенное понимание, сколько он занимает места, есть определенное понимание стоимости одного места в таком случае. А не так, как у нас. Грузоотправитель назначает стоимость, груз там стоит достаточно больших денег, назначает мизерную стоимость. И дальше кидает этот груз на АТИ. А на АТИ операторы, стол, стул и телефон пытаются отломить от этого фрахта еще что-нибудь. И в итоге перевозчики, находятся перевозчики, которые этот же груз везут просто за копейки. Надо менять весь этот рынок в правильную сторону. Надо, чтобы груз стоил в зависимости, ну, во-первых, от стоимости самого груза, да, перевозка его стоила, потому что чем выше стоимость, тем выше риски. Во-вторых, нужно понимание, чтобы было, сколько этот груз весит и, вот как в старые времена, да, тонна километр. Ну и так далее, и тому подобное. В-третьих, нужно заниматься обучением водительского состава, потому что сейчас все, что касается документации, погрузок и так далее, все здесь сейчас непросто. Не так, как в советские времена было. И нужно многое, что уметь и знать. Соответственно, и машины становятся сложными. Нужно обучать водителей взаимодействию с такими автомобилями. В общем, рынок перевозок нужно в корне поменять. И агрегаторы здесь не помогут. Агрегаторы – это очередное средство порабощения и эксплуатации машины и водителя. Как ни странно, но, получается, участники рынка своими действиями, участники рынка перевозок, своими действиями убивают собственный же бизнес. Сейчас будет скрепа нашего времени. Вот дорога, вот с левой стороны кладбище, а с правой стороны коттеджи называется мечта. Да, видите, жилой комплекс – мечта. А вот кладбище. То, что называется скрепы нашего теперешнего времени. Вон оно, кладбище. Озерецкое кладбище. А вот коттеджный комплекс мечта. Вот, видите? А вот мечта – отдел продаж. Населенный пункт Озерецкое. Вот они, скрепы нашего времени. По одной стороне коттеджный комплекс мечта, по одной стороне дороги, а по другой стороне дороги – кладбище. Окей! Но вотк predиз Vampires. По другой стороне коттеджный комплект. Эта коттеджный комплекс мечта – привез к твою планету.